Андрей Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим об итогах служебной деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в Гомельской области по итогам за первое полугодие 2023 года. В первом полугодии текущего года коллектив спасателей Гомельской области от руководителя до пожарного выполнял задачи по предназначению в рамках тех поручений, которые были даны МЧС главой государства по итогам работы за 2023 год, а также в рамках приоритетных направлений деятельности МЧС. В целом наша деятельность эффективна. Тот комплекс мероприятий, который мы реализовали совместно с местными органами власти, субъектами профилактики и другими заинтересованными, позволил повысить уровень пожарной безопасности на территории нашей области. В целом на 6% снизилось количество пожаров, более чем на 47% снизилось количество граждан, погибших в результате опасных факторов пожаров. Также нам удалось снизить на 10% количество граждан, утонувших на водных объектах нашей области. Насколько я знаю, вам есть чем похвастаться. По итогам работы наша область заняла первое место в республике, но мы всегда нашу деятельность оцениваем с точки зрения имеющихся недостатков, упущений, упущенных возможностей, ну а также наличие резерва для дальнейшего влияния на складывающуюся обстановку. Постоянно ищем новые креативные формы работы с населением для того, чтобы снижать количество пожаров и погибших от них людей. Но все же мы вас поздравляем с первым местом. Спасибо. Профилактика. Важнейшее направление работы сотрудников МЧС. Каникулярное время – самая горячая пора. Расскажите немножечко об акции «Каникулы без дыма и огня». Действительно, основной вектор профилактической работы, в первую очередь, конечно, мы концентрируем на детей. Дети – это наше будущее. И каникулы – это пора, когда необходимо наиболее бдительно смотреть за вопросами безопасности детей. И поэтому эта акция направлена не только на детей, но и на их родителей, их бабушек, дедушек, для того, чтобы их внимание сконцентрировать на безопасном поведении детей в период каникул. Конечно, эта широкомасштабная работа заключается в том, что мы проводим профилактические мероприятия в пришкольных лагерях, приглашаем наших детей, школьников в пожарные подразделения. Те навыки безопасной жизнедеятельности, которые они получили в школе, они могут и активно это все проверять на практике. Ознакомливается с оборудованием, которое имеется в пожарных частях, ознакомливается с деятельностью спасателей, также посещает музеи пожарного дела. Мы организуем для них различные конкурсы-викторины. Для того, чтобы каникулы максимально прошли с пользой, дети получили новые знания, ну и, соответственно, эти знания помогли им обеспечить свою безопасность. С целью профилактики гибели несовершеннолетних от внешних причин разработан и реализуется дополнительный комплекс мер по работе с родителями и детьми. Расскажите о безопасном декрете. Безопасный декрет – это совместная акция не только МЧС, но и управления здравоохранением, управления образованием. Это та категория граждан, которая сегодня, к сожалению, выпадает из поля зрения. Мы должны отдельно вырабатывать комплекс мероприятий для того, чтобы молодые мамы знали основы безопасной жизнедеятельности. Да, это совместная работа, и мы вместе рассказываем о том, как безопасно воспитывать новорожденных, на что необходимо обращать внимание, какие условия являются основанием, в том числе для обращения в учреждения здравоохранения, на что необходимо обратить внимание в рамках безопасности детей, какие опасности есть в квартире для детей. И обучаем молодых мам именно основам безопасной жизнедеятельности. Скажите, вы показываете, рассказываете, как оказать первую помощь в тех или иных страшных случаях? Да, конечно, с примерами, с практическими занятиями, на соответствующих манекенах все это отрабатывается, потому что это действительно на сегодняшний день важно. И в некоторых случаях счет идет на секунды, и родители должны знать, как действовать в таких ситуациях. Как можно поучаствовать в вашей акции? Наши учреждения здравоохранения, учреждения образования предоставляют соответствующую информацию, где указаны адреса молодых мам, беременных девушек, женщин. И мы определяем место и время для проведения занятия, обзваниваем, приглашаем, в том числе посредством интернета, печатных изданий. И собираем таким образом аудиторию и с ней работаем. Год мира и созидания. Особое внимание уделяется посещению ветеранов, посещению мемориальных комплексов, а также в Музее пожарного дела открыта экспозиция «Геноцид белорусского народа». Скажите о важности того, что вы делаете. На самом деле, патриотическое воспитание сегодня очень важное направление в нашей деятельности. Для того, чтобы воспитать внутреннюю готовность у нашего подрастающего поколения, стать на защиту нашей Родины, нашего Отечества, необходимо рассказывать о тех исторических событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, посещать мемориальные комплексы. Для того, чтобы вырабатывался у наших детей иммунитет, и никакая работа с ними деструктивная не могла подменить понятие исторической справедливости. Поэтому создание военно-патриотического клуба направлено, конечно, в первую очередь на воспитание настоящего патриота своей страны. Какая работа там проводится? Мы посещаем различные памятные места, мы проводим с ними занятия по истории, мы посещаем музеи. Они плечом к плечу с нами, с действующими спасателями, участвуют во всех праздничных мероприятиях, в государственных праздниках. Есть соответствующая программа обучения, где мы рассказываем о профессии спасателей. Мы убеждены, что ряд ребят, которые сегодня занимаются в нашем военно-патриотическом клубе «Стихия», через какой-то период времени свяжут свою жизнь с профессией спасателя, заменят нас. Но это должны быть, в первую очередь, патриоты своей Родины, люди, которые готовы всегда, в любой момент, встать на ее защиту. Вот эта экспозиция «Геноцид белорусского народа», кто и когда, каким образом может ее посетить? Данная экспозиция находится в музее пожарного дела. Формируются группы, соответствующие. Загрузка музея достаточно, даже в летний период, серьезная. Постоянно ведем работу с учреждениями образования, с трудовыми коллективами, в том числе даже пожилые граждане, пенсионеры приходят. Ну и, конечно, в рамках расследования уголовного дела по геноциду белорусского народа мы эту тему, скажем, не можем оставить в стороне. Поэтому было принято решение и во взаимодействии с прокуратурой области, прокуратурой города Гомеля, прокуратурой района, Гомельского района была создана и открыта эта экспозиция, где мы рассказываем о тех событиях, которые проходили, ну, в первую очередь, на территории Гомельской области, ну и в целом, конечно, в нашей стране. Не только детей вы воспитываете в ключе патриотизма, но и своих сотрудников, верно? Конечно. Проводится значительная работа с действующими спасателями. Вот очень отрадно, очень приятно, что в январе месяце, к Дню Спасателя, Белорусская Православная Церковь вручила нам духовное знамя, которое называется Харухвь. Вот, на этой Харухве размещена икона «Неопалимая Купина», которая является символом защиты от пожаров. И для того, чтобы мы воспитывали внутреннюю готовность наших спасателей рисковать жизнью в отдельных случаях самопожертвования, конечно, невозможно без духовно-нравственного воспитания. И эта Харухвь, я убежден, позволит каждому спасателю и в целом нашей службе в дальнейшем выполнять те сложные задачи, с которыми сегодня сталкиваются спасатели. Важно отметить, что 25 июля вы отметите 170-летие вашей службы. Несколько слов своим, может быть, коллегам. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны, поздравляю вас со 170-летием пожарной службы Республики Беларусь. Наша история олицетворяет каждого пожарного, каждого спасателя, в первую очередь как защитника своего народа и своего государства. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, оптимизма, неиссякаемых жизненных сил на выполнение задач по предназначению и на благо нашей любимой Родины, Республики Беларусь. С праздником! Андрей Иосифович, спасибо за конструктивный разговор. Спасибо. Спасибо.